Друзья, всем привет! Я рада вас всех приветствовать на своём канале. Сегодня я не буду показывать своего лица, у меня на глазу вышла какая-то инфекция, века сильно опухла, выгляжу я, мягко говоря, не очень хорошо. Не знаю, продуло у меня, ячмень ли это, или просто что-то в глаз попало. Не знаю, не могу сказать, но опухоль сильная. Но сегодня у нас по плану была запись на межинтервальное ТО к официальному дилеру. У нас Hyundai Solaris, машине 2,5 года, покупали мы её в 2018 году. И как я уже говорила, то ТО мы проходим только у официального дилера. Так выглядит наш центр внутри, все сотрудники в масках, перчатках. Мы, конечно, понимаем, что им тяжело работать в таком обмундировании целый день. Но, тем не менее, мы очень рады тому, что они открылись, и мы, наконец-то, смогли записаться на ТО. Хотелось бы мне рассказать, почему мы проходим ТО у официального дилера всегда. Ну, во-первых, потому что на автомобиль даётся гарантия 5 лет или по пробегу на 100 тысяч километров. Ну, конечно, гарантия распространяется не на все случаи, но, тем не менее, у нас уже были такие неприятные моменты. И нам всегда сервис шёл на уступки, и много чего сделали по гарантии. И также не нужно отдельно покупать запчасти. У дилера всегда есть всё наличие. Кстати, цены везде одинаковые, особо не различаются. Даже если покупать запчасти отдельно, всё равно у дилера получается даже дешевле, потому что всегда проводятся какие-то акции. И также из плюсов я отметила бесплатную мойку всегда, комплексная диагностика. Чай, кофе предоставляется бесплатно в зоне ожидания. И когда ремонт или ТО длится более 2,5 часов, дилер предоставляет такси до дома, до офиса или торгового центра, неважно, куда вам нужно. Но обратно, конечно же, придётся ехать за машиной за свой счёт. Я думаю, что плюсов довольно-таки много. Вот, кстати, так выглядит буфет и зона ожидания. Здесь в обычное время можно выпить чай, кофе, но из-за пандемии буфет, к сожалению, не работает. В меню у них также есть различная выпечка, пирожки, шоколадки, ну, какие-то быстрые перекусы, мороженое. Также есть детский уголок, телевизор, компьютер. Обычно был PlayStation с играми. И также можно подзарядить свой телефон. В общем, есть всё для комфортного времяпровождения. И также здесь есть такое большое огромное окно, где всегда можно понаблюдать за ремонтом своего авто. Кстати, в обычное время можно надеть светоотражающую жилетку и войти внутрь. Стоять рядом с автомобилем, смотреть и наблюдать за тем, какие манипуляции проводят на твоей машине. Можно поговорить с мастером, который обслуживает авто. Но, к сожалению, сегодня нас не пустили опять-таки из-за пандемии и каких-то ограничений. Поэтому мы наблюдаем за процессом сверху. Кстати, мы неоднократно убедились в том, что цены на ТО и сервис у официалов такие же, как везде. Нет смысла экономить, искать каких-то частников. К тому же плюсов здесь гораздо больше. И, как я уже вам говорила ранее, мы сегодня приехали на межинтервальное ТО. Это значит, что мы меняем масло в масляный фильтр. Пробег на нашем авто за два с половиной года составляет 52 тысячи. Основное ТО мы будем делать, когда машина проедет 60 тысяч километров. Но мы стараемся менять масло чаще. Не только на основном ТО. Вообще можно менять масло каждые 15 тысяч. Но, как рекомендует завод-изготовитель, 7-8 тысяч километров. И мы стараемся этого придерживаться. Потому что масло сейчас уже некачественное. И поэтому мы сделали вывод, что чем чаще меняешь масло, тем хуже точно не будет. Тем более машину мы эксплуатируем каждый день и даже не по одному разу. Кстати, вот видите белую крету? Ее кто-то купил. До этого уехала еще одна. Цена ее выше миллиона. И то есть получается, что кризис и пандемия никого не коснулось. Люди все так же продолжают делать покупки. Тут в зоне ожидания есть еще вот такой плакатик, постер. Здесь изображен завод-изготовитель. Я знаю, что нашу машину сделали в Санкт-Петербурге. И вот на этом плакате очень интересно расписано, из каких цехов состоит завод. Спустилась я, в общем, вниз, чтобы показать вам новый Солярис. Сзади, как мне кажется, вообще ничего не изменилось. Синий цвет этой машине очень идет. Выглядит очень красиво. Ручки дверей стали хромированными. Раньше такого не было. Ручки были в цвет кузова. Немного изменились фары, решетка радиатора. Ну и, конечно же, цена. Очень сильно подлетела цена. Сейчас посмотрим, как машинка выглядит. Снутри. Мониторов стал намного больше. В целом добавились какие-то кнопочки. Но не надо забывать, что это все-таки максимальная комплектация установлена в салоне. Поэтому кнопки могут отличаться. Ну, кое-где по мелочи, конечно, что-то изменилось. Но это незаметно. Кстати, тут нет обычного ключа зажигания. Есть кнопка старт-стоп. Вот. Появился. Вот у нас не было для... Ну, такого отсека для очков. Вот он так открывается. В целом, все то же самое. А цена увеличилась на 200 тысяч. И это самая бюджетная иномарка. Раньше можно было купить на автомате вот 700 тысяч. А сейчас больше 900. Кстати, вот я показываю нашу накладную на обслуживание. Вышло всего 2499 рублей. Так выходило 3700. Но мастер сделал скидку от себя. И плюс проходило две акции. В общем, мы заехали в удачное время. И экономно прошли ТО. Приехали мы, в общем, домой. Не захотелось ничего делать, готовить. И, как всегда, на выручку пришла пиццерия ДОДО. Мы заказали две вот такие пасты цыпленок и грибы. Попробуйте, очень вкусно. И нам прислали ВКонтакте из группы акцию, что нужно заказать на 625 рублей. И поэтому пришлось к заказу добавить еще вот такие брусничные рулетики. Они с кислинкой и сгущенкой. Очень вкусно. Попробуйте с чаем. Очень пышные. И вот когда при заказе от 625 рублей в подарок идет вот такая пицца. 25 см называется цыпленок барбекю. Очень вкусная. Одна из самых удачных пицц в этой пиццерии. Такие рестораны есть во многих городах нашей страны, и не только, даже за рубежом. Но первый раз, когда я к ним пришла, меня немножко удивило, что в таких картонных коробочках они подают еду даже в самом ресторане. Кушать приходится с одноразовой посудой. Это, мне кажется, их небольшой минус. Вот. Пиццерии это не из дешевых. Большая пицца 35 см обойдется в районе 800 рублей. Но я говорю, пиццы вкусные всегда. Все свежее, и тесто приятное. Но вот есть такой небольшой минус. Все пиццы на один вкус. Какой-то вот соус, он идет во все виды пицц, и вкус получается одинаковый какой-то. Я даже не могу это объяснить. Ну и всем, кто кушает, я желаю приятного аппетита. Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока!